Представители Украины. Это Татьяна Волосожар и Пётр Харченко. Я думаю, что Пётр меня простит, что я не называю его Петро, как указано на официальном протоколе. Всё-таки я думаю, что Пётр это как-то более благозвучно. Опять же, заранее приношу свои извинения. Ну, вы знаете, что Юрий Абертаст, она выступала за Украину раньше, и в связи с приездом эмиграции мамы из Украины в Россию, она вышла здесь замуж, и взяла гражданство России, и Юля приехала в Россию, и взяла партнёра россиянина Алексея Соколова. И вот сейчас они претендуют даже на медаль, но, по крайней мере, то, что они четвёртые, тоже большой результат. А что, Татьяна Волосожар? Ну, что, эта пара у нас на медаль не претендует, она после короткой программы на 17-м месте. Ребята родом из Киева, и Татьяна, и Пётр. Мы заходим на параллельный прыжок. Вот посмотрим, сколько оборотов они прокрутят. Вот, пожалуйста, партнёр же выехал, троймёт, пулуп, партнёр упал. В чём была? Вот когда бывает, а вы знаете что? Ну, обычно спортсмены, к сожалению, вставляют программы элементы, которые они не выполняют на тренировке. Почему? Потому что правило сказано, что если элемент, открутка хорошая была, хорошая была, вообще девочка, что жена, хорошо, я думаю, посильнее она его. Если элемент ты какой-то не сделал... Несинхронная. Несинхронная. Это комбинация прыжковая, он вторую ногу поставил. Он слабее, вы видите, потери. Он уже второй раз её подвёл. Если ты вставил элемент, но его не выполнил, то тебе снизят 0,4. Но если ты его пропустил, тебе 0,5. То есть лучше выполнить и упасть. Да, да, да. Всё-таки одну десятку тебе поставят. Снимать не 0,5, а 0,4. Вот и заканчивает ласса на одной руке. Хорошо подобрана музыка. Это и Чайковский, и Прокофьев. Количество оборотов прыжкового вращения должны сделать не менее 8 оборотов. У них где-то получается 6 оборотов. Девочка очень хорошая, что жена, хорошо. Я думаю, что тренер уже думает о смене партнёра. Потому что внешне они подходят другу очень хорошо. Оба стройные ребята. Симпатично смотрят. Да, да. Но, к сожалению, техника. Вот поддержка за бедро. Ну, тут уже и не находка. Находка обычно такая с перебороткой. Тамара Кунька, она продумала ею много очень. Движений, выездов и с поддержкой. Вообще, она автор очень многих элементов парного катания. Вспомните вращения, изумительные, которые делали мишкутёнок Движи. Сильная девочка, смотрите, выброс какой сделает. Чистый выезд, чистый отрыв, пролётный выброс. Это так называемое свободное катание. А что всё это музыка везде? Даже где-то пытаются пропеть руками. Заход на Тодос. Наружный Тодос. Назад наружу. Нет, поднялся хорошей девочкой. Очень хорошей. Ну, ребята, седьмое место заняли на чемпионате Европы в этом году. И я думаю, что если будут не столь серьёзные ошибки партнёрам, могли бы они претендовать на более высокие места и на чемпионате мира. Может быть, где-то поближе к десятке туда. Чем вот семнадцатая позиция, которую они после короткой программы занимают. Как сказали, так седьмое место. А мне сразу в голове, думаю, господи, в семидесятом году было участниками в этой Европе семь-восемь пар всего лишь. Что считать? Времена меняются. Времена меняются. Сейчас парное катание в рассвете. Много очень хороших пар, молодых пар. Мы их увидим. Представители разных стран. Потом смешанные пары. Японка катается с русским мальчиком. Японская девушка катается с американским партнёром. Это пара Юка Калагучи и Александра Макушова. Да, Юка. Калагучи моя воспитанница. И Леночка моя воспитанница. Они катают. Леночка у меня в паре каталась с японским мальчиком. И в одиночном катании. А Юка была у меня одиночницей. Из города Син Мацудо. Ну, мы их увидим, поговорим подробно. Да, похожее. Да, похожее. Видите, она его ведёт. Не он её преподносит, как цветок. Прошёл его партнёра. Он говорит, зрители, смотрите, какая красивая у меня дама. Знаете, как я её веду. Вот этого не было. Это приходит, но приходит что-то наравне с техникой. То есть не может прийти без техники конька. То есть основа, фундамент – это коньковая техника. И она даёт возможность создать определённый почерк, определённый стиль. Ну, такой какой-то напуганный. Видите, у него лицо напуганное. Будешь здесь напуганный столько элементов сорвать в итоге. Но, с другой стороны, всё-таки хочется отметить, что симпатичная, хорошая пара украинская. Пожелаем им удачи на следующих соревнованиях, а чуть позже узнаем их оценки. А потом, вы знаете, что, конечно, высокому парню тяжелее осваивать сложные прыжки. Но если он что-то освоит, то они будут красиво исполнены. Вот тройной. Упал, почему? Ведь не раскрыл ногу, оставил, а в группировке остался. Но отрыв был правильный, техника исполнения правильная. Единственное, что приземление. Но оценится в прыжке, вы знаете, отрыв, техника выполнения самого прыжка. И самое главное – приземление. Чисто на, ну, ногу, на наружное ребро конька. Бывает касание, бывает приземляется на две ноги, бывает просто падает на приземление. Неплохой выброс. Только его положение, видите, как-то вставом, нет, чтобы встать на одной ноге, красиво быть кавалером до конца. Раз ты партнершу бросил, то будь добр, проводи ее. Что ж, ее швырнул, понимаешь, и сам-то я погиб, и согнулся. И ждешь ее поднять со льда, вместо того, чтобы проводить ее в движении. Ну, пока повтор они нам делают. Видите, группировка какая чистенькая, нога скрестно идет. Нет, партнерш очень хороший, хорошо подготовлено. Я думаю, что если партнер удаться подтянуть, тренер не пропадает. Ну что ж, на Украине первый канал принимается так же, как и в России, поэтому я думаю, что родители ребят сейчас наверняка смотрят трансляцию. Еще раз пожелаем удачи. Тренер наш, москвичка. Оценки. Одиночица была Галя Грожебовская. Сейчас фамилия другая. Кухар. Кухар. А была Галя Грожебовская, занималась одиночным катанием. Очень сильно одиночица. Кстати говоря, прыгучая. Замечательно прыгала Аксель. Вот, наверное, может, у нее ученица. Да, да. То есть и талантливый тренер, изумительная партнерка. И сразу видны оценки по сравнению с двумя предыдущими парами. Несмотря на количество ошибок партнера, все-таки элементы были сложнее. Ну, они учли, во-первых, и внешность. Да, и внешность. И Таня очень хорошо свою часть работы сделала. Не, ну, Галя очень опытный тренер. Я думаю, что она все-таки научит ее. Душа, как-нибудь. Воля сама прыгала. Да, она жила в Москве. Мама ее осталась в Москве. Потом переехала и выступала в кейском балете на льду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok